ПИКСЕЛЬМОН И как бы все коды поменялись и все перепуталось Плюс к тому он уже был Такой более-менее старый Так как уже вышли уже более новые версии Пиксельмона И там уже Не регенерировалось Вот это все новое, что было добавлено И в принципе, как я и говорил Я начал строить новый мир В принципе, как вы заметили, я уже начал строить Первый дом, в принципе, он Такой же, как и был, но, конечно, не такой же Не точно такой же, как и был Может что-то не так получилось, может где-то Что-то больше, что-то меньше, что-то вбок Пошел, например, вот этот дом Он вроде не тут стоял, он с этой линии начинался И шел туда, а теперь с этой Ну, в принципе, это не очень так Важно, вот дом, может, наш Чуть-чуть меньше стал Не знаю, вот тут изменилось И в принципе, я уже начал вырубывать лес Там спереди Так, я сейчас критивного режима возьму себе Немножко покушать Так как, в принципе, я себе вещи еще не перенес И что, дорогие друзья Я еще хочу сказать А, ну да, я начал строить уже Ну, в смысле, начал вырубывать лес Так, как у меня было И в принципе Ну, это не так важно Я не думаю, что это будет много времени Занимать или И потом я даже на съемку это все Вырублю вот этот лес Ну, в принципе, не важно Потом, ну, в смысле, потом посмотрим, что и как И я уже начал строить Третий наш дом Это у нас был домик на пляже Я сейчас быстренько по всему пробегусь Покажу Вот, в принципе, он такой же, как и был Похожий И вот что насчет Нашего второго дома Так, сейчас не знаю Убьюсь, не убьюсь Убьюсь Убьюсь, не убьюсь Наш дом был вот тут Но я сейчас быстренько объясню, что и как Я не буду строить тут наш дом Так как Наш второй дом Так как я не вижу смысла Если так читать Что я делаю Наш второй дом Я прибегаю сюда во второй дом Телепортируюсь, точнее И просто-напросто говорю Вот, это наш второй дом О, наш тут Первый дом наш вот там А это наш второй дом Ну, зачем наш этот второй дом Если я к нему прибегаю Просто захожу во второй дом Что-то там делаю Потом-напросто бегу Или куда-то телепортируюсь в другую точку И там исследую территорию А вокруг этого дома я даже еще не исследую Так что Я нашел другую точку И сейчас я буду Потом я построю свой второй дом Вместо этого места я построю вот там 500 метров дальше Вы сейчас спросите почему Я отвечу потому что У нас тут есть вот это Биома горы Так как там спанится Вроде Молтрес и Мюту Если я не ошибаюсь А вот это биома равнина Тут если не ошибаюсь спанится Райкваза или как он там называется И вот там дальше у нас джунт есть Так что я думаю Вот тут можно будет построить наш второй дом Так еще Так как я говорил Вышла новая версия пиксельмона Я ее уже остановил Я за этого начал и строить Ну как бы переносить на другой мир Делать такой же Так как там все коды Айди поменялись Коды предметов И все перепуталось И сейчас Когда спанится легендарный покемон То в чате пишет Что вот какой-то там легендарный Покемон заспанился там В какой-то биоме И как бы это напишет И ты уже будешь знать Что вот там заспанился легендарный покемон И можно его идти туда искать Я считаю это круто Но с другой стороны Я считаю что это немножко читерский Так как смотрите Если этого не покажет То например где-то заспанится там легендарный покемон Да Но ты его не увидишь И можно сказать Ты его пропустишь Так как тогда у меня был Да Заспанился Мью у меня за спиной Я его не увидел А потом через несколько дней Мне кто-то там написал Что вот у тебя за спиной там был Мью Я потом действительно посмотрел Просто-напросто охренел И это как бы включает в игру Некий баланс Так как Что легендарные будут спаниться И даже если заспаниться То есть шанс Что ты их просто не найдешь Даже не увидишь Не заметишь А вот это обновление Когда пишет в чат Что вот заспанился где-то там Легендарный покемон Ну я считаю что это круто Так как заспанился Ты будешь знать Но с другой стороны Если он заспанится Ты уже будешь 100% знать Что он где-то тут заспанился И ты будешь просто идти И пытаться искать его Ну и идти искать его И пытаться найти Ну я считаю что это действительно круто Так как заспанится легендарный покемон Ты уже знаешь что он где-то заспанился И ты будешь И что написало вот Что он где-то там заспанился В какой-то биоме И ты в принципе будешь уже знать Что он там заспанился И будешь идти Искать его И пытаться найти И словить Я действительно думаю, что это классно И, что еще хотел сказать, дорогие друзья Что мне осталось сделать Я, ну, может, еще немножко подкорректирую мой первый дом Может, там какие-то штрихи добавлю Третий дом я уже, можно сказать, сделал Вырубывать лес там возле нашего первого дома Но это я могу сделать И потом, это не так уж и срочно нужно вырубывать вот тот лес И, в принципе, даже потом могу сделать это на съемку Наш второй дом я действительно буду строить тут Так как это между такая зоной равнины, горы и там джунгли есть Так что в джунглях, в принципе, мю спавнится Так что я думаю, действительно, можно будет сделать тут Я не буду сейчас сделать Я, наверное, сделаю потом и, наверное, сделаю это все на съемку Ну, в принципе, посмотрим И, в принципе, все, что я хотел сказать Я сказал, что, как идет процесс Что я сделал, что мне осталось сделать Немножко рассказал о версии, что и как, где спавнится Легендарные покемоны, что и как И, в принципе, дорогие друзья Я постараюсь как можно быстрее это все сделать Реализовать, вот, достроить вот этот мир Чтобы побыстрее продолжить снимать серии И, в принципе, я не говорю точно Я попытаюсь снимать побольше серии Постараюсь И, в принципе, дорогие друзья Я, действительно, говорю, на этом уже можно закончить Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем ПО-КА Субтитры сделал DimaTorzok